Харик лично всем, кто любит аккумуляторные батареи, буду сегодня подзаряжать свой аккумулятор, потому что надо бы уже подзарядить. Значит электролит у меня залит 12,6, пониженная плотность, я на ней езжу и зимой и летом одним цветом. Так вот задавали вопрос, как заряжать аккумулятор на холоде и можно ли его заряжать. Я вам скажу так, что на холоде его заряжать можно, но смотря какой холод, вот если допустим у вас мороз уже минус 25, минус 30, то я бы не стал его заряжать на холоде. Лучше его отнести все-таки домой, пусть отогреется, и тогда нагретым его уже заряжать. А если у вас такие температуры, то минус 20, минус 15, то в принципе можно заряжать и даже в холодном гараже. То есть ничего страшного, зарядить можно. Конечно, если его отогреть, то это будет лучше. Вот видите, у меня пар срота идет, потому что холодно у нас. Но тем не менее, до минус 20 аккумулятор вполне реально зарядить и на машине. Так, что для этого надо, какие у нас значит нюансы по этому делу. Ну, нюанс очень простой, что у нас аккумулятор холодный заряда не берет. Вот видно у нас 12,2. Сейчас мы будем его настраивать, это зарядное устройство. Надо поставить напряжение, которое мы там хотим. Ну, допустим, мы хотим 14,3, ну пусть будет 14,3, да? 14,33 пусть будет. И теперь ток надо настроить. Ну, ток я поставлю, допустим, 4 А. Чтобы вам было видно, как он берет заряд или не берет. Так, и подключаем наши крокодильчики к аккумулятору на заряд. Аккумулятор с машины не снимаем. И смотрим, что он нам будет показывать. Смотрим, что показывает наш чудо-прибор. Так, ток пошел вниз, потому что заряд он не берет. Потому что электролит холодный, и пока не прогреется, заряда он не возьмет. Так вот, вся проблема в том, как зарядить аккумулятор на холоде, это в том, что электролит холодный, и пока не прогреете, он заряда брать не будет. А прогревать его надо где-то 15-20 минут. Притом, неважно, какие амперы вы поставите, все равно, видите, они падают. Но они будут падать, падать, и до какого-то момента упадут и остановятся. После того, как минут через 20 аккумуляторный электролит прогреется, то, возможно, у нас амперы будут расти. Но тут надо смотреть по напряжению. Можно поступить другим путем. Можно поставить сразу напряжение 15,5, допустим, 16, чтобы аккумулятор начал кипеть. Прокипятить его. Когда он кипит, он нагревается гораздо быстрее. Потому что ток он все равно принимать не будет. Но тогда в этом случае мы его зарядить дальше не сможем, потому что будет высокое напряжение, то есть 16-15,5 В. И пока оно не упадет, аккумулятор, соответственно, заряда брать не будет. Поэтому его надо будет прогреть при таком высоком напряжении. Потом отключить, подождать, пока упадет напряжение, и только потом поставить на зарядку. Но если у вас небольшие морозы, то так можно сделать. Но это ускоренный метод, не очень хороший. А если у вас минус 30, то тоже не получится так. Потому что вы его большими напряжениями прогреете, снимете зарядное устройство, подождете, пока упадет напряжение, а он при минус 30 в это время опять замерзнет. То есть получается, туда-сюда будете гонять, толку большого не будет. Но можно делать вот так, как я. Это более правильно, более щадяще. Поставили и ждете, когда он прогреется. Видно, уже ток падает не так интенсивно, как в начале. И в принципе, вот зарядка в мороз ничем не отличается от обычной зарядки, кроме того, что вы потратите лишние полчаса или 20 минут на прогрев аккумулятора. Ну вот поставили и ждем, смотрим, как он будет заряжаться. Ну вот прошло минут 15-20, ток у нас интенсивно падать перестал, значит аккумулятор начал брать заряд. Значит полтора этих ампера он берет. Но дело в том, что он больше чем полтора ампера не возьмет, потому что у нас ограничено напряжение. 14,3 больше не поднимется. И вот этими полтора амперами придется заряжать этот аккумулятор все время. Но дело в том, что полтора ампера заряжать этот аккумулятор, а он не маленький, все-таки когда-то был сколько там, 75 ампер часов по-моему. А, 74 ампер часа. Ну ладно. В общем полтора ампера для такого аккумулятора это слишком маловато. То есть будет заряжаться вечно. И вот теперь стоит дилемма. Как так поступить, чтобы побыстрее зарядить аккумулятор? Варианта два. Можно поднять напряжение, но тогда мы будем заходить в кипение. Когда зайдем в кипение, вот подняли напряжение, подняли стоки, то соответственно аккумулятора тоже не зарядим. Есть второй вариант. Просто аккумулятор от зарядки. Что сделать? Отключить. И подождать пока у нас упадет напряжение. Там допустим до 12,7-12,8 и поставить его опять на заряд. И когда мы его поставим на заряд после того, как у него просядет напряжение на клеммах, то он амперы будет брать уже больше. С учетом того, что он уже немножко разогрелся. Опять же, если морозы очень сильные, как я уже сказал, пока будем ждать пока упадет напряжение, то аккумулятор опять уже остынет. И будет это все называться сизифов труд. В общем, бессмысленная работа. Ну, сейчас подождем, пока упадет напряжение. Поставим опять его на зарядку. Посмотрим, что будет. Упало напряжение до 12,8. Давайте попробуем его еще раз поставить на зарядку. Поставим 4 ампера зарядного тока. И 14,35, ну пусть будет 14,35 вольт напряжение ограничения. И подключаем зарядное устройство. Смотрим, что у нас происходит. Происходит у нас следующее. Опять быстренько падают амперы. И опять напряжение по самому верху у нас идет. То есть ограниченное. То есть что? Аккумулятор толком заряд все равно не берет. Значит, он все-таки примерз больше, чем я ожидал. Так, опять идем к тем же 1,5 ампера, что были. И нас это не очень устраивает. Вот вам такие проблемы с зарядкой аккумулятора на морозе. Притом, если посмотрим на зеленый глаз, то он совершенно не зеленый, а белый. То есть плотность электролита низкая. Значит, идем по вновь утвержденному плану. И поднимаем напряжение на напряжение кипения. И пусть немножко покипит. Напряжение 1567. 2,2 ампера берет. И сейчас даже ухом слышно, если приложить к аккумулятору, что он начал выделять газ. То есть там пузырится все. И пускай минут 10-15 покипит, перемешает электролит. Потому что электролит у нас на холоде загуз. Не перемешан. Плохо передвигается. Зарядить аккумулятор невозможно. Вот сейчас аккумулятор прокипает немножко. И видно, что амперы вместо того, чтобы падать, что обычно происходит при заряде, наоборот, начинают расти. Потому что электролит мы принудительно кипением сдвинули. Он начал немножко перемешиваться. И начали расти амперы. Растут амперы. Это что? Это значит, аккумулятор начал убрать заряд. Но при этом он что? Кипит. Что тоже, в принципе, не очень хорошо. Но мы же его ненадолго оставляем кипеть. Немножко покипит. И мы опять его отключим. И будем смотреть, что он будет делать дальше. Прошло 10 минут. Напряжение все тоже. Аккумулятор подкипает. А амперы растут. То есть все хорошо. Что там у нас делается с глазом? Глазик у нас белый. У меня тут пониженная плотность 1,26. А при такой плотности как раз этот глаз зеленым и становится. Поэтому мне просто... Если глаз зазеленел, значит аккумулятор у меня заряжен. Пока что белый. Несмотря на то, что кипит, электродит уже перемешался немножко. Но все равно глазик белый. Поэтому что делаем? Поступаем следующим образом. Понижаем напряжение до наших 14,4. Вот спрашивает, почему надо на зиму повышенное напряжение заряда от генератора. Вот по этой причине. Потому что электролит густой. И как видите, не хочет аккумулятор заряжаться. Поставил я 14,4. Ток начал падать. 1,4 и падает. А нет, уже не падает. Уже растет. То есть сдвинули электролит. Немножко прогрелся. 1,4 и 4 и растет. 1,4,4,5. Давайте немножко понаблюдаем. 1,4,5. 1,4,6 уже. Ну, то есть амперы пошли вверх. 1,4,7. Все. Амперы пошли расти немножко вверх. Опять же, получается нелогическая ситуация. Если аккумулятор заряжается, то при постоянном напряжении амперы должны падать. А они у нас что делают? На морозе наоборот вырастают. Ну вот, значит, аккумулятор у нас уже начал брать заряд. Он еще полностью не прогрелся. Догревается. Видно, растут амперы. 1,4,99. 1,5 уже. Вот так вот его оставляем. Зарядка пошла. Наконец-то. Сдвинули мы эту зарядку. И дальше он заряжается, как обычный аккумулятор, в любое нормальное время. В общем, заряжать аккумуляторы на холоде крайне вредная вещь. Возможно. Но, видите, приходится прыгать и осуществлять танцы с бубнами. Так, 1,5,0,4. Растут амперы при том же напряжении. Все. Выключаем. Дело это не быстрое. И пусть себе заряжается. Придем через несколько часов, посмотрим, как он тут себя чувствует. Подходит к концу заряд. Еще можно немножко заряжать, потому что еще ток падает. Но уже видим 0,6 вольта. В принципе, уже нормально. Что там с глазом? Глазик белый. Не позеленел. Ну, надо еще электролит перемешать. Так что будем еще перемешивать электролит. Поднимем напряжение и будем перемешивать. Все, други мои. Заканчиваем заряд. Завершаем. Ток падает 0,8 и меньше. 15,75 вольт. Аккумулятор прокипел. И что там у нас с глазом позеленел? Позеленел, родной. Заряжал с перерывом, потому что первый день не успел зарядить. Тому же на ночь надо было оставлять. Ночью не захотел без присмотра оставлять. В общем, выключил. Дозаряжал уже после обеда следующего дня. Так вот, что я вам должен сказать. В принципе, как видите, когда холодно, аккумулятор зарядить можно. Но очень много времени тратится на разогрев этой фигни. И сам заряд происходит очень долго, если это сравнивать с теми условиями, когда аккумулятор стоит в тепле. Потому что аккумулятор заряжается при низком токе, когда он холодный. Потому что электролит же холодный, больших токов брать не может. Берет только маленькие токи. Ну и понятное дело, физику не обманешь. Чем меньше токи зарядные, тем пропорционально увеличивается время заряда. Так вот, время заряда такого аккумулятора слишком долго, я должен вам сказать. Гораздо проще этот аккумулятор снять с машины, нагреть в помещении и просто нормально себе зарядить. Потому что весь этот заряд на холоде, это, честно говоря, шкурка вычинки не стоит. Сплошной один геморрой. Но сделать можно. Но так как задавали вопрос по теме заряда аккумулятора на холоде, видео снял, показал. В принципе, зарядить можно, все получается. Видите все на видео. Но опять же, повторюсь, если есть возможность, лучше его отнесите в теплое помещение. Потому что заряжать на холоде, это геморрой. Притом большой, который не стоит того, чтобы им заниматься и тратить на него свое время. Ну, тут мы уже подходим к концу. Ток падает. Ну, подожду, пока упадет до 0,6. Пока еще падает. И заканчиваем. Да, еще один нюанс. Обязательно заряжать надо при повышенном напряжении. Потому что если напряжение поставите, как для теплого аккумулятора, вообще не зарядите. И в конце обязательно нужно его кипятить. То есть при повышенном напряжении доводите его до кипения. Иначе ваш глаз никогда, никогда, никогда не позеленеет. Даже на это не рассчитываете. Потому что электролит не перемешается. Расслоение электролита при холодной зарядке очень сильно встает ребром. Потому что что? Потому что мы заряжаем при низких токах. Когда заряжаем при низких токах, расслоение электролита, понятное дело, более выражено. Чем больше токи зарядные, тем меньше выражено расслоение электролита. Чем меньше зарядные токи, тем больше расслаивается электролит. А при холодной зарядке токи низкие. Поэтому расслоение неизбежно. А значит неизбежно нужно его перемешивать. Такие вот дела. На сегодня было такое видео. Ставим лайк, кому понравилось. Кому не понравилось, все равно лайк. Потому что я очень жаден. И пишем в комментариях, кто чего думает по этому поводу. Ну, если захотите повторить этот подвиг, который я повторяю. Ну, можете повторить для общего развития. Но не рекомендую.